здравствуйте дорогие друзья сейчас я вам покажу как можно гармонизовать гамму до мажор кто занимается вокалом кто себе хочет подыгрывать распевки и хоть немножко аккомпанировать ну вначале я сыграю свою гамму до мажор как мы будем гармонизовать можете записывать чтобы не забыть мажор фа мажор до мажор фа мажор соль мажор до мажор ну я надеюсь что вы за нотами следили теперь когда вниз то значит повторяю тонику до мажорную да но в левой руке будет идти ля минор мне вот так нравится потом на си ми минор на ля фа мажор на соль до мажор на фа мажор на ми до мажор на ре соль мажор и дома что мы пришли так теперь будем немножко варианты делать уже не просто будем аккорда а с этого аккорда бас наполнение этого города теперь давайте аккорд разложим на так называемые альбертии басы это с аккорда берется бас верхушечка аккорда серединка и верхушка и в а он 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 Потом есть такая распевка. Здесь получается гармонизация на первый звук, а на ре уже соль мажор идёт. Синтезаторы и, может быть, даже электронные пианино, вот есть сейчас такие инструменты. Их можно подтягивать, как бы транспонирование в другую тональность будет идти, но играть будете то же самое. Оно будет звучать, допустим, на полтона выше, ещё больше. Напишите мне в комментариях, как оно, потому что, честно говоря, я электронными инструментами не занимаюсь. У меня дома акустическая пианино, и в школе тоже акустическая фортепиано. Ну, те, которыми я пользуюсь, на которых детей учу играть. Ну, я вроде бы так слышала, что можно транспонировать. Это, конечно, очень удобно, потому что если на акустическом, вот приходится так играть. Я вот в нескольких тональностях вам сыграю. Ну, до мажор я уже сыграла, а теперь... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и так по полу... Ну, в тонах вот это в каждой тональности можно сыграть. Конечно, если сейчас действительно можно в любую тональность вот без транспорта подвигать на электронных инструментах, то это очень облегчает жизнь концертмейстеру, потому что на акустических, конечно, не получится так. Здесь надо уже транспонировать. Потому что бывает, допустим, вокалист приходит, профессиональный, да и не обязательно профессиональный, даже детки учатся в школе. Например, в одной тональности написан аккомпанемент, и если еще легенький аккомпанемент, то там несложно. А бывают же ж такие с руладами такими, все и в быстром темпе. И не подходит ребенку или взрослому, допустим, эта тональность. Надо в какую-то другую. И бывает, что даже все ноты приходится переписывать, потому что так на ходу сообразить это... Ну, компьютер надо иметь в голове, чтобы в какую-то дальнюю тональность, допустим. Если там на полтона или на тон, допустим, это еще ничего. А бывает, что на целую кварту там надо перетранспонировать. То если такие рулады идут, то это очень тяжело, но надо переписывать тогда ноты. Ну, сейчас вообще компьютерные технологии, они настолько облегчают жизнь. Можно набрать, допустим, ноты в одной тональности и потом включить транспорт, и оно тебе сразу туда и переведет. А если еще электронные инструменты, так это вообще прелесть. Пишите мне в комментариях, какие вы еще хотите, чтобы я разобрала темы. Мне с вами очень интересно общаться. Мне очень приятно, если вы пишете, с какой вы страны, с какого города. Это нас настолько объединяет, вы даже не представляете. А нам сейчас надо объединяться. Поэтому давайте объединяемся везде и на моем канале тоже. Люблю вас всех, обнимаю, целую и посылаю всем свою любовь и свет своей души. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!